Вне зоны доступа, мы не опознаны, вне зоны доступа, мы дышим воздухом, вне зоны доступа, вполне осознанно, вне зоны доступа, мы, вне зоны доступа, мы, вне зоны доступа. Сегодня мы решили отправиться в наше первое мини-путешествие на машине в Тюмень. Ехать нам около 5 часов на машине Мы немного переживали перед дорогой, но это было ни к чему Ведь дорога у нас пришла легко и быстро Всю дорогу мы слушали музыку, болтали А вот на полпути мы решили остановиться ненадолго на заправке и перекусить Пришли на заправку в кафе Тут даже вообще ничего так Есть кофе, делают хот-доги вкусные Заказали френч-доги, делали капучино Я взяла себе пончик, Рома себе взял твикс Короче, вот на таком дорожном вайбике немножко О, ребят, мы уже на финишной прямой, можно сказать Но остался один час И песня кукуруз Мы в Тюмень Мы только что проехали знак Тюмень То, что мы заехали в город Боже Все, сейчас забираем сумочку Вот наш отель Здесь какой-то еще ресторанчик август Типа, поняли? Мы приехали в августе Пойдем в ресторан август Так, ну номер вообще бомбический Стандартный Стандартненький, да, мы взяли номер Тут, конечно же, комплиментик владеечка Все по стартартику Кровать Так, идем с вами в туалет Здесь такое вот зеркало Включаем Интуитивно сейчас будем с вами все А, нужно карту ставить Душевая Блин, мне нравится, что тут здесь все чистенько Как бы Ну и такая вот раковина Ой, Ром, смотри Иди сюда Ой, вот очки Да, типа мы Да, это мы Вау Лето-лето Типа мы летом приехали в лето-лето И тут еще ресторан август Потому что мы приехали в августе В целом отель очень хороший Чистенький Но мы за него отдали 30 тысяч ребят Вместе с аквапарком Не самый экономный вариант, конечно Но мы не знали, что переплатим По сути ни за что Поэтому советую Лучше снимать какую-то квартирку в городе И не париться Ну и вдруг Кто сейчас смотрит этот ролик И планирует также Выбраться сюда Из другого города Мы пришли в ресторан на август Вот такое тут меню Атмосферка приятная И, кстати, погода стала хорошая Мы помылись И такое ощущение Как будто мы вышли после бани Уже вот такое Просто лечь спать Но нет После того, как мы пойдем Мы пойдем в августарк Обязательно Не знаю почему Но я просто везде беру окрошку Все лето Ребят, мой выбор А Ромка себе взял салат С ореховым соусом И курицей Бумбастик Телефантостик Вот так вот Мы выдвигаемся Лук вопыт Встречка, у меня сумочка Под телефоны Это вообще Нечто что-то Какие-то мильное Зригал, зригал Вы посмотрите просто Вы посмотрите Мы только что ходили На первую горку Мы просто Типа туалет Смывается Там в конце Короче, нас просто вот так вот Смывало Как унитаз Мы орали Мы пищали Мы охренели Мы сходили на все горки Везде покатались Даже на детских ребят И на детских нам реально даже понравилось Сам аквапарк очень прикольный На самом деле Но, конечно же По лайту Как говорится По базе На все горки большие Всегда очереди Например, когда мы в Москве были С Лизой С Сашей Тесландом В аквапарке Там было намного все хуже Там были очереди Просто бесконечные И все это как-то неорганизовано было Какие-то места были не очень А тут все хорошо Такие лестницы удобные Людей не слишком много То есть можете посмотреть Уже к вечеру почти никого Но было днем побольше Сейчас мы идем на горячие источники Погните как Кстати, вот этот купальник Это прям шорты С лифом Как-то себя прям комфортненько чувствую В таком Вообще Мы сегодня, наверное, спать будем Просто как убитые Проехал 385 километров Проехал на всех горках Энергия Еще полная сила Она умирает Пусть и спит уже Доброго утра Закосу Закосу Доброго утра Кстати, всю поездку в Москве Да и не только А уже, наверное, на протяжении года Я пользуюсь гелем для бровей От Пусси Просто обожаю его Сейчас покажу вам, как я укладываю брови Итак, мини-туториал Как взяла себя красивые брови на каждый день Берем мой любимый гель для бровей Начинаем прокрашивать волосики Далее берем обычную щеточку И прикладываем к бровям Чтобы все волосики точно приклеились И далее делаем ровные края бровей Сверху и сбоку Готово Идеальные брови Супер И прикиньте Брови держатся весь день Заказываю гель я на ВБ Артикул оставлю здесь И ссылочку прикреплю в описании Рекомендую на все 100% Заказывайте себе тоже И кайфуйте от своей красоты Сейчас собираемся на шведский стол На шведский завтрак Очень хочется Сейчас вам буду все снимать Что там вообще есть такое интересное Вот такой вот Супер эстетик завтрак у нас Короче мы хотим оставить свой честный отзыв О горках в аквапарке На которых мы вчера были А мы были на всех Так первое что нам выдало Это вот Седой капитан Это считается как подростковая горка Но она была Вообще нормальная Но быстро на ней спускаешься Как бы Это вообще топ Это вообще тоже в детском разделе Только это для подростков Типа считается Там с 8 лет Кстати когда мы уже пришли на эти горки Я увидела что там еще пришли два дяденьки И они тоже катались Так смешно было Это был еще топ Потому что у них не было чередей Там просто все так залетали и катались Все было прикольно Так летучий змей Это топ там с подсветкой Вот это просто охрененное Потому что ты катишься У тебя темнота А потом короче неоновые кружки Такие горки Веселый скат Красная горка Тоже детская Тоже нормальная Тоже хорошая Очередей вообще не было Только дети там быстро бегают Бегают так Черная миля Там скатываешься без бублика Но это считается взрослая горка С 5 лет уже поднимаешься И потом У нее очередей почти тоже не было Вот без бублика Мне почему-то больше понравилось Я не буду делать что-то самое страшное Да Но самое экстремальное Как будто ты катишься без всего один И темнота еще И темнота Вот это вообще пиздец, ребята Я короче скатилась На ней скатываться нужно Короче вперед Головой вперед На коврике И тебе дается такой коврик И ты вот так вот надеваешь его на себя И катишься на животе Это был просто пиздец Инструктор нам сказал Что это самая травмоопасная горка Поэтому нужно внимательно Спасибо, что ты сверил И на этом моменте я уже поняла Что нужно вообще супер аккуратно Потому что я такая Я могу спокойно вообще там улететь куда-нибудь Ты не такая Я вот такая Ну короче говоря Когда скатываешься в конце Я нахуй просто улетела У меня коврик вниз Рука вниз И я себе Я больше так перевернула Я немножко ушибла руку Мне кажется Но она до сих пор болит Но нормально Я так там разъебашилась Это просто так Что, ребята, аккуратнее Ну когда Рома скатывался Он вообще прям вот так вот Весь в напряжении был А я наоборот Типа Ну не в сильном напряжении была Поэтому из-за этого у меня, наверное, рука Там просто сказали Что когда будет резкий спуск Надо так вот Коврик на себя приподнять Голову не туда задрать И не сюда Как бы просто расслабиться И коврик чуть А у меня все наоборот А она, видимо, расслабилась И нифига не подняла Ее вот так вот раскрутило И она так выпала И к ней, что там инструктор Который снизу подбежал Такой, девушка Все в порядке Все в порядке А я просто чуть ли не реву Да, все в порядке А я ударяется Ее начинает трясти Она ничего не понимает Хотя там вообще ничего не произошло Ну все равно Стресс Пожиратель лодок, ребята Короче, мы называем это с Ромой Туалет Потому что вы реально Вы сначала катитесь по горке А потом у вас выныривает Вот такой вот как туалет И вы просто вот так вот кружитесь Я просто где-то катался Не помню То ли в Испании Может где-то в Турции В какой-то аквапарке Вообще не помню Маленький был И там именно туалет Она и называлась Там тебя запускают А так вот видишь Ты тоже в большом бублике Только как мы на ДВМ были А там мы на большом бублике И там вот так тебя смывают Смывают вниз резко И там уже всякие изобутые Ну короче Мне вот эта горка очень понравилась Она была у нас самой первой Мы вообще не ожидали Что это именно такая Мы просто встали в очередь Самую первую Потому что там было не особо много людей А уже потом еще дофига было И мы такие типа Ну садимся Все садимся Поехали Я даже еще не понимал Как бы эти бублики залазили Двойные Вот так вот Короче Это первая И она самая попова была Мне прямо она очень понравилась Именно на бубликах Кататься на ней очень прикольно А и на двух океанах Это вообще было капец Мы у нее стояли в очереди 30 минут Единственная такая горка Потому что там застряли И спасатель два раза Почему ты туда залазил Я вообще-то не понял Он может это На шестом этаже Находит или на пятом То есть он раз прыгнул Мы такие ждем-ждем Пять, ну пошло десять А то он уже поднимается И такой Мне опять надо Типа прыгать Не встала Я в второй раз И опять поехала А потом вообще Пришел другой инструктор И стоял Типа всех Запускал Короче Вот это она мне особо понравилась Она вся темная Вся в кругах И там реально можно застрять Потому что Наверное страшно Там такие Короче штуки Надо тоже в дырки попадать Водолет Свободное падение Вот это вообще Короче Вы встаете Вот в эту будочку Да Вы встаете Вас закрывают Нажимают кнопочку Да инструктор просто Тварь стоит Еще смотришь Чтобы ты не был готов Он прям ждет Пока ты типа Расслабишься И назад на кнопку Это вообще капец И короче Под вами просто исчезает пол И вы улетаете нахуй Я короче Залезаю первое Я до конца Роме говорила Что нет Я все-таки не смогу Рома Я не смогу А я говорю Так мы приехали Надо все попробовать Ничего страшного не будет Это горки Все на них катаются Все нормально Там дети на эту фигню По-моему Тут скорость спуска Семь секунд А там у Сечева Горка такая довольно длинная И в итоге Алена залазит Встает Вся побледнела Затряслась Я не могу Я не могу Я не смогу Я ей говорю Ладно все Влазь Потому что я такой вообще Никогда мне кажется Не видел Она прям очень сильно Побледнела И все И короче Пошел я Встаю Мне все объяснили Мне сказали Ноги типа крест-накрест И руки вот так вот И она рукой Можем держать Чтобы вода не попала Я стою Смотрю на инструктора Он на меня И он прямо ждет Пока я расслаблюсь Я не расслабляюсь В итоге Я что-то решил на Алену взглянуть И он сразу на попку нажал И у меня ноги Которые были крест-накрест Разлетелись Я их сразу резко поймал И в итоге Пока ловил Я уже внизу оказался Я ничего не понял Вообще Так быстро долетел Это была самая быстрая горка Не понял Ничего Не испугался Мне потом Что-то стало плохо Ведь у меня мозг догнал Что я в свободном падении Пролетел Это вообще Даже Ну вот я не смогла все-таки Вот эта горка Идеальный шторм Запомните Мы там орали Это был настолько Просто пипец Я сначала не могла понять Как вот вообще Вот в эту штуку попадаешь Ты летишь со скоростью Просто света Наверное С этажа пятого Вот так вот Под таким наклоном Вы летите И вы летаете Такой Как называется На горку что ли Скат типа Такой Да Вы летите вверх Да Вы летите вверх И такое ощущение Как будто вы нахуй В потолок сейчас улетите Но нет Мы прям до самого верха Поднялись получается И поехали вниз Это очень было Стремно Это экстремально Но это очень классная горка Вот прям вот Если выбирать И самый экстремальный Такой вот Который дает эмоции Это наверное Вот эта горка Но Самый прикол в том Что когда мы стояли По-моему на зеленую горку Не помню как она называется Там Застряла одна пара Мальчики и девочка И они короче не могли Вылезти Из-за этого разгона Они почему-то вот так вот Очень долго Они прям вообще застряли И в итоге они даже не скатились С ней там чуть-чуть совсем Ребят мне кажется Так страшно застрять вообще В горке Это просто В закрытой Так поймай волну Это бассейн Это бассейн Бассейн топ С волной вообще Алена надела жилет Потому что она Почему-то не умеет Плавать Ну так Типа ну да Она почему-то по-собаче плавает Я не понимаю почему Я ей объясняю Брасл Типа как Она говорит Мне вода в рот попадает Я говорю Да круто закрой А я реально рот закрывать Начала и так лучше Стала Да ладно Мы еще не понимали Почему в бассейне В определенной Часы так много людей Что они вот так вот С друг другом А потом экзаж Там каждый час Запускают эту волну Пускают И мы когда в 7 вечера Пришли В 6.55 И там прям народ потянулся Вообще капец И мы стояли И вообще классно было Ермутский треугольник Это такая вот розовая горка И ты катишься на огромном бублике На человека три она наверное идет Но мы с ровной вдвоем На четыре На два и три Вы едете просто в темноте На этом бублике И просто вас так вот кружит И вообще ничего не понятно И не страшно Просто скорость маленькая Тут написано Низкий уровень экстремальности Поэтому так оно и есть А мы думали наоборот Мы думали Да, что там еще капец А это еще у нас была Последняя горка Еще наша Мы еще в выходной день Ходили в воскресенье Мне кажется Если мы вот сегодня пойдем У нас еще сегодня есть 4 часа Там нужно вообще людей будет Очень мало Вообще без очередей Можно везде попасть А еще мы не ходили в спа-комплекс Так что сегодня у нас тоже Нужно будет туда сходить Все посмотреть Зачекать Ну и все Сейчас мы погоним Наверное гулять На улицу Смотреть Тюмень Мы забрали мои очки Из машины Я их вчера там и забыла Было благополучно Сейчас мы выдвигаемся Да блядь Сейчас мы выдвигаемся В центр Погулять Посмотреть Ебаш от машины Спасибо Мы в Тюмени Нашли жизнь Мартик Ну и как мы С Ромкой не можем не зайти Конечно же идем Ларибол Ой, как тут хорошо Прохладно, ребята Так Вот это мой любимый отдел Я очень обожаю Все напитки Из жизнь Марта Все лимонады Энергетики Мы пришли в парк аттракционов Сейчас мы пойдем на колесо обозрения Вот сидит бусинка такая Вот золотце такое Вы посмотрите, какой мы нашли батон Сейчас решили пойти в Плох Проджект Мы написали в чате Моя подписчица какая-то Что они ждут Плох Проджект На Республиканскую Поэтому мы сейчас сюда Выбегаемся Нам идти 16 минут На улице немножко дождик пошел Мы пришли вот на такую нилую верандочку Сидим, выбираем Здесь такая вот атмосферка Кажется, летом Самое оптимальное для реальности Это веранда Полегче Пошла, родная Мы, короче, все, вышли Из Плох Проджекта Покушали Вот реально топово поели Наконец-таки нормально За последнее время Мы хорошо поели Я всегда еще хорошо ем Она просто такую фигню заказывала Она как-то заказала в заведении В итальянском Ньюки со старочетеллой И думала Такое говно И думала, что это так вкусно Она не знала, что Ньюки Это просто шарики Тестовые шарики Автоматные пасти Такое говно Сейчас мы направляемся в ТЦ «Кристалл» Нам эти 40 минут Нам еще в кайф Мы любим гулять Особенно в новых местах У нас как бы и машина тут есть Но мы решили все-таки машину не брать Чисто пешими прогулками Все посмотреть Еще, кстати, мы в Тюмени заметили, что много очень скверов всяких Буквально ты идешь Проходишь там Куда-то аллею, парк, еще что-то И в принципе они все красивые Ухоженные Можно посидеть на лавочке Офигеть Первый раз видела такие чипсы Дижонская горчица Кебешмармак Том-ям по-тайски Гуакамоле по-мексикански Кто пробовал Отзыв прошу Мы переходим уже пятый наземный переход Они выглядят вот так Их просто очень много Мне кажется, мы сейчас где-то просто забыли Мы идем уже минут 30 просто без остановок То есть в Тюмени мы вышли из лета-лето Дошли до Дзержинского Там, где центральный городсквер Сейчас отсюда идем до кристалла Все пешком Это просто Ребят, посмотрите просто на размеры этого ТЦ Здесь Леруа Мерлен просто огромный как ТЦ Отдельно кристалл внутри Ой, посерединке точнее Там еще что-то Здесь вообще лента с другой стороны отдельно Там что-то еще Там отдельно еще метра То, как мы уже все идем потные и мокры Вообще-то что-то ощущение есть Потому что это просто новый район Сюда типа вообще никто не ходит пешком Только на машине Ребят, а то, что мы сейчас зашли в сводч И купили себе очки Ой Очки Оставь А то, что мы себе купили часы Внимание Ромкины Просто Ну вообще красота, да? Вот такие вот у меня Они, если что, вообще невесомые на руке Вау И не чувствуются на руке Вау Не мешают Ничего Я довольна И мне еще к моему браслетику, которую мне подарил Рома Вообще идеально мэчится все Вау Даже очки А еще я купил латто А еще Рома себе купил вот такие вот кроссовки Называются они Латто Купил себе латто А в подарок шла булочка Пятерочки покупаю Сейчас пойдем в спа Потому что мы вчера и так и не успели туда сходить Устали, конечно же Но, тем не менее, нам нормально по состоянию Здесь меня не слышно Но я говорю, что мне здесь во как понравилось В спа-зоне гораздо свежее Светлее Комфортнее Здесь уже не так много людей Ты можешь спокойно расслабиться и кайфовать Что, собственно, мы и делали с Ромкой Ой, это вообще моя фаворитная процедурка была Сначала ты идешь в холодную воду Потом снова в кипяток Потом снова в холодную Потом снова в кипяток И вот такое вот кровое обращение в ногах Получается очень прикольно Вы просто гляньте на это Мы пришли в наш ресторан в август Кстати, посмотрите, как мы с Ромой обгорели Как я У меня просто все лицо красное Отгадайте, куда мы пришли На мост влюбленных Мы, конечно же, опять пошли пешком Это уже по базе Еле-еле уже как дошли Будем сейчас смотреть, что-то такое красивое Наконец-то мы пришли на набережную Сейчас ее посмотрим Вау Это вид снизу Сейчас мы на него поднимемся Пойдемся по нему Пройдемся по нему И пойдем на другую сторону Красиво, да? Очень-очень большая Она протяженностью, мне кажется На полчумень Как минимум Там стрины на сапах катаются Это вообще как? Я бы поболелась Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Давайте сейчас зайдем в здоровье Я хочу посмотреть, сколько мы прошли за сегодня Блядь 31 тысяча живут Я реально думала, такое невозможно Это что-то нервное Ну, правда Мы сегодня, по сути, прошли всю Тюмень пешком И это Сейчас ноги просто отказывают У меня мозоли У Ромы тоже мозоли Да Ну что Сейчас мы собираем с Ромкой вещи И буквально через полтора часа Через два часа будем уже выезжать Сил вообще никаких нет Вообще Еще погода такая серая И вот состояние такое же Нужно оставить какой-то, наверное, в целом отзыв о Тюмени В целом нам понравился город Мы погуляли вчера Был такой прям вайбик Вечером мы сходили на набережную Это тоже отдельное вообще воспоминание Теперь будет Очень красиво Но, правда, мы устали За один день посмотреть что-то, конечно, вообще невозможно Нужно больше давать себе времени В отеле нам тоже очень понравилось Номер очень красивый Отель сам тоже красивый Все чистенько Все классненько Субтитры сделал DimaTorzok